Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена основам теории вероятности, а заглавить ее можно так. Почему не стоит покупать лотерейные билеты? На этом слайде вы видите план сегодняшней лекции. Сначала мы поговорим об основных понятиях теории вероятности, затем о функции распределения ее характеристиках, после рассмотрим понятием от ожидания дисперсии, проведем примеры дискретных и непрерывных распределений, отдельно поговорим о нормальном распределении и семействе распределений, связанных с ним, ну и закончим лекцию совместным распределением двух случайных величин. Первый наш видеосюжет будет посвящен основам теории вероятности. Сразу хочется отметить, что сегодняшняя лекция, она будет казаться достаточно технической, потому что она будет вводной в то понятие и тот инструментарий, который мы будем использовать в дальнейшем для анализа данных. Поэтому, конечно, немного нужно будет освоиться с основными понятиями, но, конечно же, мы также приведем и примеры из реальной жизни. Итак, чем же занимается теория вероятности? Теория вероятности — это наука о событиях и исходах, содержащих элемент неопределенности. И это ключевое слово — неопределенность. Какими могут быть здесь примеры событий, которые являются неопределенными? Например, подбрасывание монетки или игральной кости, либо инвестирование на рынки ценных бумаг, или игра в казино, или покупка лотерейного билета. Все эти события случайны, поскольку результат этих событий мы заранее предсказать не можем. Но мы можем, однако, сказать, что одни исходы являются более вероятны, чем другие. Что же называется случайным событием? Это центральное понятие теории вероятности — это такое событие, которое невозможно предсказать, то есть которое может либо произойти, либо не произойти при выполнении некоторого комплекса условий. Нас будет интересовать вероятность этих событий, поскольку мы будем для них предсказывать, что же все-таки произойдет. А вероятность — это численная мера объективной возможности появления этого случайного события. Можно сказать, что вероятность события рассчитывает следующим образом — это отношение количества испытаний, в которых произошло событие, к общему количеству испытаний. Как правило, таким образом и рассчитывают вероятность. Но для того, чтобы было более понятно, что же такое вероятность, я думаю, что с этим сталкивались вы в жизни регулярно. Вот, например, фрагмент из фильма «Приключения электроника». Когда Сергей Сыроежкин встретился с электроником, и у него завязался такой разговор. «Это ваша фотография была в журнале?» «Моя!» «Значит, я сделан по вашему образцу. Вероятность нашей встречи составляет 0,001%. Нам очень повезло». То есть здесь вы видите, опять же, рассчитывается вероятность события, и на основании нее прогнозируются результаты исходов. Как же определить вероятность для случайных событий? Ну, как правило, используются две возможности. Либо вероятность событий известна заранее. Например, если мы подбрасываем правильную монетку. Мы знаем, что вероятность выпадения орла или решки равна одной второй. Либо, например, если для игральной кости это одна шестая. У нас есть шесть сторон у кубика, и каждая из сторон выпадает с вероятностью равновероятной. Одна шестая. Другой способ определения вероятности может определяться на основе прошлых данных. Ну, например, попадание по мишени. Если вы стрелок и входите в раф-тир, то вы знаете вероятность попадания в десятку в вашем случае. Либо, например, авиакатастрофы. Мы знаем, сколько авиакатастроф прошло, например, за последний год. Соответственно, отсюда можно посчитать вероятность его наступления. Либо возвраты по кредитам, что часто рассчитывается в банках. То есть здесь используется прошлая статистика. Следующее понятие теории вероятности, которое также нам очень важно для нашего курса, это случайная величина. Можно сказать, что случайная величина это функция от случайного события. Другими словами, это некоторые переменные, которые в результате испытания принимают одно из своих возможных значений. Причем, опять же, нам заранее неизвестно, какое это значение, поскольку оно зависит от случая. Случайные величины бывают разные. Дискретные и непрерывные. Что такое дискретная случайная величина? Если случайная величина принимает конечное или счетное множество значений, то она называется дискретной. И распределение случайной величины задается очень просто в виде таблицы. Что она собой представляет? В этой таблице есть две строки. По первой строке мы откладываем непосредственно значение случайной величины. Если мы случайную величину называем х, то х1 и так далее, хn – это и есть ее значение. А по другой строке мы откладываем вероятность наступления каждого из событий. х1 – это вероятность наступления, p1 его, для хn – pn и так далее. Примером дискретной случайной величины, как мы уже с вами сегодня говорили, может быть игральная кость. Соответственно, какие здесь значения случайной величины, которые могут она принимать? Это количество очков на каждой из стороны. Это 1, 2, 3 и так далее, 6. Ну и вероятности здесь одинаковые, равновероятные. Поэтому для каждого значения стоит вероятность 1,6. Очень важно, что случайная величина в сумме имеет вероятности равной единице. То есть все вместе значения должны давать единицу. Это правило, которое должно всегда соблюдаться. Ну а в следующем видеофрагменте мы поговорим про функции распределения и их характеристики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова